Прошлым летом в журнале «Инсайн» появилась моя короткая статья. Мой сын написал по электронной почте, «Папа, ты мог бы сообщить нам, когда выходит статья?» Я ответил, «Я просто хотел проверить, читаете ли вы церковные журналы». Он ответил, что его 10-летняя дочь прошла проверка. Она взяла «Инсайн» из почтового ящика и прочитала его. Затем поднялась в нашу комнату и показала нам твою статью. Моя внучка читала «Инсайн», потому что хотела учиться. Она действовала, используя свободу выбора. Первое президентство недавно одобрило учебные материалы для молодежи, которые поддержат желание молодых людей изучать Евангелие, жить по нему и делиться им. Эти материалы доступны в интернете. В январе мы будем использовать их в классах. Когда Спаситель обучал, главным было то, к чему стремился ученик. Он показал нам не только то, чему обучать, но и как обучать. Он сосредоточивал внимание на потребностях ученика. Он помогал людям самим открывать истину. Он всегда слушал их вопросы. Новые учебные материалы помогут учиться и обучать в домах и классах, следуя примеру Спасителя. Это будет нашим ответом на его приглашение. «Приходи, следуй за мною». Как только что говорил старейшина Хейлз. При разработке новых учебных материалов я видел, как руководители и учителя вспомогательных организаций и семинарий совещались с родителями, чтобы учесть потребности учеников. Я видел молодых женщин в их классах, молодых мужчин в их кворумах Священства Аарона и молодежь в воскресной школе, которые учились делать выбор и действовать самостоятельно. Одна учительница воскресной школы думала, как помочь двум молодым людям, страдающим аутизмом, делать свой выбор и действовать самостоятельно. Когда она пригласила членов класса поделиться тем, что они изучали, она опасалась, что эти два ученика откажутся сделать это. Но нет. Один из них встал, рассказал о том, что узнал, а затем пригласил другого аутиста помочь ему. Когда первому стало трудно, его одноклассник стоял и шептал ему на ухо, чтобы тот мог чувствовать себя уверенно. В тот день они оба обучали. И тому, чему учил Спаситель, и тому, как он обучал. Обучая, Спаситель действовал из любви к тому, кого учил, так же, как одноклассник, поддержавший друга. Когда мы учимся и обучаем Его Слову по Его примеру, мы принимаем Его приглашение. «Приходи, следуй за Мною». Мы следуем за Ним, с каждым шагом приближаемся к Спасителю. Мы меняемся. Господь знал, что духовный рост не происходит в один момент. Он идет постепенно. Принимая Его приглашение и решая следовать за Ним, мы продвигаемся к полному обращению. Обращение — цель всего изучения и преподавания Евангелия. Обращение — не единовременное событие. Это пожизненный процесс, становление более похожими на Спасителя. Старейшина Оукс напомнил нам, что мало просто знать, что обратиться, чтобы обратиться, нужно делать и стать. Обучение для обращения — это непрерывный процесс познания, действия и становления. Такое обучение требует наличия ключевой доктрины, приглашения действовать и обещанных благословений. Преподавая истинные учения, мы помогаем ученику познавать. Приглашая других действовать, мы помогаем им жить согласно учению. И когда приходит обещанный Господом благословение, мы меняемся. Подобно Алме, мы можем стать новыми существами. Главная цель новых учебных материалов — помочь молодежи стать обращенными в Евангелие Иисуса Христа. «Недавно я видел, как молодой человек в классе воскресной школы для молодежи открыл для себя истину. Заметив, что ему трудно связать искупление со своей жизнью, я спросил, чувствует ли он когда-либо прощение. Он ответил, «Да, когда я сломал нос парню, играя в футбол, это не то, чего я ожидал от него. У меня было плохое чувство. Я подумал о том, что я должен сделать, чтобы чувствовать себя лучше. И я пошел к нему и попросил прощения, но я знал, что я должен был сделать гораздо больше. И я снова помолился и почувствовал, что и Небесный Отец прощает меня. Вот что значит для меня искупление». Когда он в тот день рассказывал об этом в классе, он прочитал от Иоанна 3 главу 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И затем свидетельствовал о силе искупления. Это учение больше не было абстрактным для него, для этого молодого человека. Оно стало частью его жизни, потому что он задал свой вопрос и затем действовал по своему выбору. Этот молодой человек становился более обращенным вместе с одноклассниками. Изучая Священные Писания, они сосредоточились на ключевой доктрине. Они связали эти священные слова со своей жизнью и свидетельствовали о благословениях, полученных в результате применения учения. Когда мы обучаем Евангелию Иисуса Христа, мы сосредоточиваемся на священных писаниях и словах современных пророков. Мы постигаем священный текст, чтобы помочь укрепить веру, обрести свидетельство и помочь каждому стать полностью обращенным. Новый учебный материал для молодежи помогут всем, кто их использует, понимать Божье Слово и жить в соответствии с Ним. Обучая святых в Коста-Рике, я показал экземпляр книги «Обучение нет призвания выше» и спросил, кто имеет это руководство? Почти каждый поднял руку. С улыбкой я сказал, «И держу пари, что вы читаете его каждый день». К моему удивлению, сестра на первом ряду подняла руку, указывая, что читает его каждый день. Я попросил ее подняться и объяснить это. Она сказала, «Я читаю книгу Мормона каждое утро. Потом я читаю обучение «Нет призвания выше». Итак, я могу лучше учить детей тому, что только что узнала». Она хотела изучать и преподавать его слово, следуя его примеру, поэтому изучала его слово в Писаниях и училась тому, как обучать его слово так, чтобы дети могли стать полностью обращенными. Ее способ изучения и преподавания Евангелия не возник внезапно. Она решила что-то делать. И чем больше она делала то, что, как она знала, ей следовало делать, тем больше Господь укреплял ее на Своем пути. Иногда путь к обращению может быть долгим и трудным. Мой Шурин 50 лет был менее активным членом церкви. Лишь перевалив за 60, он принял приглашение Спасителя вернуться. Многие помогали ему на этом пути. Один домашний учитель посылал ему открытки каждый месяц в течение 22 лет. Но он должен был сам решить, что хочет вернуться, сам сделать выбор. Он должен был сделать этот первый шаг, и второй, и третий. Теперь они с женой запечатали брак, и он служит в епископстве. Недавно мы показали ему видеоматериалы, созданные в помощь руководителям и учителям при использовании новых учебных материалов. После просмотра мой Шурин откинулся на стуле и сказал, «Имея это в молодости, я, может, и не стал бы неактивным». Несколько недель назад я встретил молодого человека, столкнувшегося с трудностями. Я спросил, состоит ли он в церкви. Он сказал мне, что он агностик, но ранее был знаком с церковью. Когда я сказал ему о своем призвании в воскресной школе и о том, что буду выступать на генеральной конференции, он сказал, «Ну, если вы выступаете, я посмотрю эту сессию». Надеюсь, он смотрит сегодня. Я знаю, что если он смотрит, то кое-что узнал. Этот конференц-центр — уникальное место для изучения и обучения, ведущего к обращению. Когда мы живем по принципам, которым обучают те, кого мы поддерживаем как пророков, правитцев и носителей откровений, мы учимся, следуя примеру Спасителя. Мы становимся на шаг ближе к Нему. В завершении этой конференции я во весь голос призываю каждого сделать этот шаг. Подобно древним нефийцам, мы можем вернуться в наши дома и обдумать то, что было сказано, и попросить у Отца во имя Его, чтобы мы могли понять. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек понял это, чтобы он каждый день, чтобы они каждый день изучали Евангелие Иисуса Христа, обучали Ему и жили в соответствии с Ним. Именно этого Господь ожидает от всех своих детей. Ребенок ли вы, подросток или взрослый, я приглашаю вас прийти и последовать за Ним. Я свидетельствую, что с каждым нашим шагом Господь будет укреплять нас. Он поможет нам пройти остаток пути. Тогда, даже при появлении препятствий, мы будем продолжать идти. Когда придут сомнения, мы будем продолжать идти. Мы никогда не повернем назад, никогда не отступим. Я свидетельствую, что Бог, Отец, и Его Сын Иисус Христос живы. Я свидетельствую, что Спаситель продолжает звать нас, как Он делал это прежде, прийти к Нему. Все мы можем принять Его приглашение. Все мы можем изучать Его Слово, обучать Ему и жить шаг за шагом, приближаясь к Спасителю. Поступая так, мы станем истинно обращенными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Продолжение следует...